Ну, самое трудное, простить сразу, и вообще прощать трудно, есть какие-то моменты, которые ты хочешь умом понимать, что ты должен, и ты желаешь этого, но отсюда и сердце это не выходит, как заноза сидит там внутри. И ты годами буквально ничего не можешь с этим поделать. Да, да. Ну что ж, я вам процитирую. И женива святых, и не отца нашего. Так, можно тоже, мальчика, да. Гёте. Ну, как это вам понравится? Гёте. А что он написал, разбойник? Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Ох, это Фаусте. Как здорово выразил, да, две души. Свидетель Игнатий как много пишет об этом. О том, что одно дело умом, когда я понимаю, что правильно, что хорошо и что нужно. А сердце противится. И он высказывает очень интересную мысль. Я говорю, его надо читать. Очень интересная мысль. Он сказал такое. Сердце не может долго противиться уму. Если ум настойчиво будет, у меня неприязнь к этой твари. А он говорит, ты сам тварь. Если ты так её называешь. Молись, молись, в каком состоянии ты находишь? Господи, помилуй меня. Господи, помилуй меня. Господи, прошу молитв. Молитв этой вот, её молитв за меня грешного, мою грешную. Кстати, это совет не кого-нибудь, а в Арсенове Великого. Когда, помните, к нему пришёл один брат, что мне делать? Что мне? Он ответил. Господи, молитвами этого брата, который его оскорбил, я не знаю, что сделал. Молись так. Господи, молитвами, святыми молитвами, извините даже, этого брата, этого негодяя, паршивца, негодника, святыми молитвами, это говорит, помилуй меня. И вот, и действительно, опыт. Вот здесь начинается духовный опыт. Вот он где, духовный опыт. И если человек умом продолжает так молиться, то увидит, увидит нечто чрезвычайно интересное, удивительное, я бы сказал, и радостное. Постепенно уходит, уходит неприязнь к тому человеку. Причём уходит незаметно. Мы любим эффекты. Вот, я не знаю, и тут же сразу у меня любовь. Нет. Тихо и незаметно. Так же, как, помните, Господь творил чудеса, творил? И что говорил? Никому не рассказывайте. Слышите? О, смирение какое, а! Любая добродетель всегда целомудрена. И вот здесь, когда человек умом, вот как вы сказали, умом будет преодолевать вот это своё состояние сердца, смягчится, оказывается, сердце, смягчится, наступит мир, а потом может наступить даже, и действительно, настоящая любовь к этому человеку. Господи, да я-то, может, в тысячу раз хуже. Помилуй меня прежде всего. И его, или её, любовь даже наступит. Вот это, вот то, что мы называем духовный опыт. Вот, ни видение, ни созерцание, ни прочее. Духовный опыт – вот он. Я терпеть не мог этого человека. А теперь это мой брат возлюбленный, оказывается, когда я понудил себя, чем умом. Кстати, тот же Игнатий Принчинов говорит о том, что в молитве же у нас, действительно, очень часто же бывает, умом я понимаю, надо молиться, а сердце каменное. Ну, не хочет, и всё. Не хочет. Что делать? И опять он повторяет – умом молись. Господи, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. С вниманием. С вниманием, а не как попугай. И говорит, и сердце не сможет долго противиться уму. Опыт. Ой, как важно этот опыт приобрести самому человеку. Раз, два, если такой опыт будет, потом человек сам потянется, он сам поймёт – вот он, путь спасения. Спасение от чего? От неприязни. От зависти и от прочих всяких страстей. Умом надо понуждать себя творить волю Божью. Тогда и сердце постепенно сдастся. Это крепость. Вражье. Вот так. В 50-м псалме, помните же, досадежутся стены Иерусалимские. В 50-м псалме. Давид, о каких стенах-то идёт речь? Ну, он-то писал, конечно, там ещё были войны, всё. Святые отцы прямо объяснили. До тех пор, пока мы находимся вот в этом страстном состоянии, непрерывно нас будут смущать, смущать эти стрелы, копья и мечи нападать на нас и разными мыслями, и чувствами, и желаниями. Поэтому молился досадежутся стены Иерусалимские. Можно, оказывается, достичь состояния такого, но после труда, действительно, борьбы с собой, когда созиждутся эти стены, и тогда человек восходит... Да, об этом, может, не стоит и говорить, но теоретически скажем, по крайней мере, что было у некоторых, да, восходит на совсем другой уровень духовной жизни. Наш уровень – уровень непрерывной борьбы. С кем? С собой. А с кем же ещё? Ну, не с другими людьми. С собой. А в другом уровне я и говорить не хочу. Даже это не наше. Не наше это. Вот так. Вот так, да. Ну, хорошо. Может, ещё кто-то хочет поделиться своими помыслами. Пожалуйста. Да.